инвестиционная неделя в общем оправдала те расчеты и прогнозы которые мы на нее возлагали об этом говорил в прошлых блогах и после двухнедельной коррекции медвежьего рынка даже слабенького все таки не случилось было коррекция с уходом боковик ну сможет быть легкой тенденции к понижению рынок очень резко пошел наверх сразу же после заседания фрс причем мы видим что ничего неожиданного не произошло то есть вся та же риторика фрс с одной стороны сохранила ставки и по-прежнему повторила историю что предполагает если все пойдет по плану в том числе снижение инфляции соединенных штатах предполагает три снижения до конца текущего года но вероятность этого снижения самое ранее начало это июнь то есть по большому счету позитивных каких-то предварительных моментов рынок не услышал но видимо ему нужно было даже не эти моменты а скорее убежденность в том что общая траектория где-то на полгода вперед такова какого предполагается по большому счету с декабря прошлого года и это означает что при прочих равных каскад отчетности кончился отчетность за первый квартал будет чрезвычайно важной потому что в четвертом квартале 2023 года очень успешно триада сработала хэллоуин день благодарения рождество то есть огромный объем продаж естественно рост а вот отчеты за первый квартал покажут что сегодня собственно происходит на рынке так вот они первые отчеты появятся только где-то после 15 апреля или даже 20 некоторые в мае поэтому в ближайшее время отчеты на рынок влиять не будут что касается ситуации с регулированием тоже можно ожидать что примерно месяц можно не ждать ни риторик не какой-то значимой экономической статистики по которой можно предполагать о риторике регулятор соответственно вот как бы заданные правила игры и а в этих заданных правилах игры я полагаю что в ближайший месяц рынок пойдет на подъем но более плавный менее впечатляющий чем был до сих пор потому что позитивных вводных принципиально тоже не будет звучат кстати на рынке и уже соображения по поводу того что предстоит в июне то есть когда фрес в очередной раз будет рассматривать вопрос оставки и вот в частности вангард групп выступил с интересным заявлением что считает что фрес конечном счете откажется от идеи не то что трех а вообще какого-либо понижения ставок в этом году несмотря на то что сейчас руководство фрс заявляет об этом и это предположение на мой взгляд честно говоря я в него не очень верю но она вполне жизненно потому что американская экономика находится в том состоянии что снижать ставки для поддержки каких-то экономических процессов вроде как нет необходимости а с точки зрения того чтобы окончательно упаковать инфляцию в таргет 2 процента американский таргет конечно высокая ставка высока единственное пожалуй что все-таки торопит фрес опускать ставки это конечно же выплаты по трежерис и в этом плане если мы возьмем не то что на вооружение возьмем соображение вангард тоже для того чтобы думать мы можем предполагать что понижение ставок да это конечно позитив для рынка вся вторая половина поскольку это еще будет история перетока значимых денег из плавного правда не однозначного из трежерис на рынок акций а вот если ставки останутся как есть при благоприятном течение всего экономического развития то это тоже не самый плохой сценарий однако с учетом что есть еще один фактор выборный мне кажется что фрс все-таки снизит перед выборами ставки еще и по причине снижения кредитной нагрузки на американских избирателей так или иначе индекс s&p 500 закрыл неделю на уровне пять тысяч двести тридцать четыре пункта это даже больше тех пяти двухсот пунктов о которых я говорил в декабре иногда считали что это какой-то сверх оптимизм сейчас мы можем говорить о том что концу года по большому счету можем ожидать уже индекс s&p 500 и на уровне где-то пять тысяч шестьсот пунктов но есть еще один важный момент почему я полагаю что подъем рынка в дальнейшем станет куда более плавным это индекс доллара индекс доллара закрыл неделю на уровне выше ста четырех пунктов и как я уже говорю можно сказать бармачу год высокий индекс долларов более 102 и выше естественно это все равно а конечно охлаждающий фактор для рынка акций и здесь как мне кажется сработал то о чем я тоже очень много раз говорил пример как пятачок с зонтиком кажется дождик начинается кажется дождик начинается это что есть вероятность что кто-то из регуляторов значимых для мирового финансового рынка валют все-таки снизит ставку раньше фрс вот большинство моих коллег полагают что действия между и cb это самая значимая конечно история после фрс и фрс они будут синхронизированы но в этот раз национальный банк швейцарии снизил ставку на четверть процента и как вот пишут в обзоре в том числе на нашем канале вызвал удивление экономического сообщества я тут с таким удовольствием думаю ну нет мое удивление не вызвал потому что я об этом как раз и говорил что может быть снижена ставка по какой-то из валют входящих в расчет индекса долларов входящих в ту самую шестерку и это чуть-чуть но подтолкнет доллар наверх и соответственно чуть-чуть но будет дополнительно остужать рынок акций а вот остальные регуляторы как раз да поступили абсолютно синхронно банк англии тоже сохранил процентную ставку и наконец глава и cb кристина лагард заявила ну неоднозначно но тем не менее сказала том что и cb скорее всего тоже в июне то есть теоретически пока параллельно с фрс приступит к снижению ставок если это так то беспокойство за то что курс доллара слишком поднимется и можно снять повестки дня потому что все-таки доля евро в расчете индекса доллара намного выше но тем не менее вот действия национального банка швейцарии доллар слегка укрепили а рынок акций соединенных штатах а слегка все-таки поняли правда эти действия частично сбалансированы действием банк японии который вообще впервые за 17 лет поднял ключевую ставку а доля иены в расчете индекса доллара все-таки чуть больше чем доля швейцарского франка вообще в японии похоже мы об этом говорили еще два года назад и не только мы вот лучшие аналитики сакса банка когда-то выступали на нашем канале говорили об этом же мы тут нашли общий язык я робко предположил они говорят да наш анализ показывает то же самое теперь уже последние полгода об этом говорят по повсеместно о том что после 33-летнего такого ля илья муромец лежание на боку японский фондовый рынок кажется подает признаки в жизни продает кстати уже достаточно давно и вот то что банк японии наконец сдвинул ключевую ставку означает что теоретически на этом рынке для мировых инвесторов открываются конечно новые возможности другое дело что для большинства российских инвесторов сегодняшней ситуации эти возможности де-факто перекрыты так или иначе кому интересно вот начать хотя бы теоретически присматриваться к японскому рынку им адресован наш обзор о том что происходит на японском рынке и о предположениях не возникает ли там новый пузырь найти этот материал можно либо на сайте инверсия либо в телеграм-канале финверсия инвестиций еще два традиционных индикатора на который мы всегда смотрим золото 2166 долларов за унцию то есть она метнулась еще выше но стабилизировалась на этом уровне после тоже кстати заседание фрс и я полагаю что все таки это вверх вот плюс-минус но мне кажется это верх роста золота я прошлом блоге много говорил о нем и приводил статистику такую историческую просто для сверки своих взглядов на золото и есть предположение вот евгений коган сидел у нас у себя на ресурс подговорил что 2 500 вполне может быть но мне кажется что по золоту исчерпана ситуация опять же тут надо каждому решать самому нефть на уровне 85 долларов и почти 60 центов за баррель марки brent это очень много и несмотря на завершение марта пока вниз эта история не идет это означает что опять плюс своими обновленными в марте соглашениями как вот мы тоже много месяцев говорили об этом ожидали что будет попытка передоговориться в общем на достаточно таком хорошем уровне удалось передоговориться напомню что скорее всего следующая история с передоговоренностями можно ожидать где-то в начале лета по опек в общем эта цена конечно не очень способствует снижению инфляции но и не пугает мировую экономику один еще сигнал такой может быть второстепенного уровня прозвучал позитивный для рынка это то что есть индикатор измерения доверия застройщиков соединенных штатах и вот достигли максимального уровня с июля прошлого года напомню что в июле прошлого года было слабенькое но летнее ралли и в целом эта информация которая опубликована национальной ассоциации жилищно-строительных компаний соединенных штатов показывает что на рынке постепенно все больше укрепляются и без того в общем позитивные какие-то взгляды на будущее и что хорошо нет излишней эйфории и еще один тоже приятный для любого фондового рынка будь то американский российской общем мировое неважно сигнал о том что все-таки несмотря на споты кушке рост промышленного производства и розничных продаж китае все-таки превысил весьма сдержанные прогнозы и может быть это сигнал о том что китай преодолел самую острую фазу даже не то что кризиса а острую фазу замедления и проблемных моментов в своей экономике что касается новостей эмитентов то ввиду завершения квартальной отчетности классических отчетов практически нет уже значимых для рынка но скорее звучат такие корпоративные новости например о том что трамп медиа нововыборный год компания которая контролируется дональдом трампом это конечно значимо может ближайшее время укропнится за счет слияния с еще одной компании любопытный момент у меня этих акций нет но вот у тех кого есть у них конечно же праздник потому что реддит который относительно недавно вышла на айпио обеспечила рост почти на 50 процентов напомню что это известнейшая социальная сеть инвесторов и трейдеров которая сама пошла становиться эмитентом и это в общем аналитики считают хороший во-первых успех самого этого эмитента а во-вторых считают что это сигнал о том что аппетит к новым айпио очень высокого традиционная на позитивном рынке это значимый момент на российском рынке сейчас собственно схожие ситуации в отношении с ипио nike отчитался ну так сносно с одной стороны выросла выручка с другой стороны чистая прибыль снизилась у меня бумаги этой компании есть в портфеле пока не шатко не валко где-то в районе нуля или с легким убытком но по-прежнему держим эту историю xiaomi также очень неплохо отчитался объявила росте выручки более чем на 10 процентов за счет высоких продаж новой партии смартфонов это тоже хорошая конечно для рынка новости если уж говорить о китайском рынке еще и тенсин дала так себе отчет то есть рост выручки есть но он слабее прогнозов тенсит увеличивает вдвое объем выкупа акций чтобы поддержать свои котировки но с другой стороны скажем в одном направлении тенсит наоборот выглядит великолепно потому что по отчету тенсит мюзик квартальная выручка даже превзошла прогнозы я с этой компанией не работаю не планирую но для тех кто эти акции имеют ввиду мне кажется начинается такой активный период компания micron тоже отчиталась что наконец получила чистую прибыль компания очень оценивалась как перспективная но пока бесприбыльная работали на развитии мне кстати micron был в числе тех немногих семи компаний которые мы купили в начале марта 2022 года несмотря на то что 13 февраля 22 года заявили что выходим из покупок только держим позиции держали их до августа и вот исключение тогда исключение ними были кейсис микрон еще несколько компаний они показали что это была правильная история и конечно же на позитив на рынке акции micron во первых и этот отчет влияет а во вторых многие инвесторы рассчитывают на коллаборацию с nvidia который для многих сейчас лидер рынка и рассчитывает что микрон от этой коллаборации от этой темы вообще получит свою часть пирога вообще кстати я бы порекомендовал посмотреть вышедший на нашем канале очень интересный обзор петра пушкарева в котором он коротко но достаточно содержательно проходится потому что сегодня происходит с акциями таких компаний как bank of america tesla nvidia джипи морган оборотком micron nike boeing apple и google и кстати напомню что по традиции довольно так подробно мы освещаем выход всех квартальных отчетов значимых эмитентов мирового фондового рынка на сайте и на телеграм-канале финверсии в результате вот этой успешной недели наши инвестиционные портфели портфели команды финверсия выглядит сегодня так мой личный портфель он измеряется в долларах дает с начала года почти пять процентов это неплохой результат за неполный квартал портфель финверсии инвест который формируется на основе тех решений которые мы принимаем на рассмотрение заседания инвестиционного клуба финверсия кстати ссылка на него в описании под видео дает почти 9 процентов это вообще очень хороший успех для портфеля в котором нет конечно же маржинальной торговли использования плеча и в котором мы в общем стараемся вести себя относительно консервативно мы в инвест клубе последние разы рассматривали по отраслевому признаку группу банков прогнозы которых с прошлого года вот с ноября начали наши сбываться и избылись теперь уже можно сказать вообще в полной мере это просто как говорил в старом фильме это просто праздник какой-то и рассмотрели авиапереводчиков и круизные компании здесь вот у нас аппетит чуть меньше чем к банкам и похоже более осторожен подход тоже оказался правильный портфель финверсия инвест на платформе common группы компании финам он измеряется в рублях он дает с начала года три и четыре десятых процента и портфель финверсия инвест россия также на платформе common это портфель полностью из российских акций дает с начала года четыре и четыре десятых процента но надо сказать что при том что я абсолютно понимаю людей ушедших вообще в банковские депозиты благо ставки высокий но надо сказать что вот эта доходность чуть-чуть опережает сравнимую доходность банковских депозитов на сегодня а вот дальше 50 50 ну и в небе живая наша инвестиции на крат платформе jetland но тут не с начала года с начала инвестиций в августе 2021 года дает сейчас чуть более 43 процента мои действия за последнее время я чуть-чуть зафиксировал прибыль по таким бумагам как крогер как delta airlines вот здесь сбылся прогноз о небольшом повышении в марте в связи с новой бизнес информации в частности с бронями сбылся сбылся ну немножко умерим аппетиты по goldman сакс который дал кстати опережающий рост хотя опережающего роста в банковской сфере ждал все-таки от джипи моргана и морган стэнли но вот менее любимый goldman сакс дал и часть прибыли зафиксирован новых докупок у меня почти нет поскольку вот в момент этой самой коррекции я во первых усреднил некоторые позиции чуть-чуть и больше всего усреднил две провисшие позиции на данный момент это тесла и это боинг и так как еще нет значимого повышения у тесла вернее нет вообще у боинга повышение незначительное то соответственно новых позиций нет примерно 15 процентов от портфеля держу в кэше на заборе кстати вот по боингу это традиционная очень прибыльная игра до кубка на любом уровне ниже 200 долларов и фиксации части прибыли когда все это уходит выше 220 которая принесла за последние два года очень серьезную прибыль мне в портфель вот эта игра сейчас затягивается потому что нынешняя просадка боинга про так схожая была она длиннее скажем так условной среднестатистической и на это сказались уже не только история опять негативная с злополучным макс 737 а еще добавили негатива в историю боинга поскольку два достаточно заметных в мире авиаперевозчика по сути изменили боингу и перешли на аэробус аэробус получил заказы на 65 самолетов это серьезная партия именно у двух компаний которые традиционно раньше покупали новые борты у боинга это во-первых japan airlines и во-вторых korean air и это значимая история точно так же как например в прошлой осенью на байском авиасалоне эмиратская компания закупил 95 бортов боинга это способствовал подъем акций так что по боингу хотя еще усреднение мало что дало легкий плюс спокойно держим позицию на мой взгляд это правильная версия хотя напомню по боингу часто звучат и достаточно пессимистические прогнозы кстати о боинге под последним моим инвестиционным блогом когда я говорил как раз о действиях в том числе о покупках акций боинг появился такой комментарий жесть покупает акции боинг который производит бомбы а потом эти бомбы падают на головы нашим ребятам на донбассе когда же уже компетентные органы займутся этим почему-то господином еще и детьми прикрывается якобы он эту прибыль на благотворительность тратит 2 процента от этих денег тратит а важности то лицемерно но важности вам не отродясь никогда не было чувство юмора в том числе и глядя на себя в зеркало и на свою жизнь она как-то вот избавляет от важности что касается нашего проекта арина да действительно мы отправляем на лечение детей я лично раньше отправлял сто процентов выведенной прибыли по итогам прошлого года отправил меньше но традиционно хотя бы 10 процентов мы отправляем такая старая для многих религий можно сказать знакомая норма это первое второе что касается вот вот этих вот так ну на самом деле понятно что это все проституции на чувствах патриотизма вот этих вот тем то интересно как чувствует себя этот зритель когда вот в новостях как я видит вот такой заголовок овечкин принес вашингтону победу над ванкувером вот ведь гад в то время как у нас политический конфликт этот значит овечкин вашингтону приносит победу тому самому вашингтону который значит финансирует что-то там этакое ну тут наверное уже надо привлечь внимание компетентных органов я не знаю правда кто то здесь компетентные органы национальная хоккейная лига или континентальная хоккейная лига что касается компетентных органов и привлечь внимание к этому господину есть куда более масштабная возможность дело в том что 12 апреля с 16 30 до 18 30 компания финам на платформе которой вот комон очень многие известные стратегии их можно копировать кто-то кого-то копирует сотни кого-то единицы не суть и в том числе конечно же стратегии с мировыми акциями американскими а японскими гонконгскими и так вот на платформе финанс проходит в онлайн формате поэтому вы можете подключиться из любого места встреча с авторами стратегии я на месте автора комментария вот использовал бы этот момент для эффективности чтобы в одном месте накрыть всех господ которые работают например с акциями боинга или чего хуже макдональдса кстати вы мне напомнили что в боинге начинает рассматриваться вариант продать все производства вы и выделить в отдельную компанию которые связаны с военно-промышленным комплексом и это может быть такая любопытная новая страница в жизни компании и кстати не забудьте тогда добавить в число тех на кого надо объявить охоту во первых авиакомпании которые покупают самолеты компании боинга тем самым поддерживают ее во вторых обязательно всех пассажиров которые покупают авиабилеты узнав что летит боинг не отказываются от него и тем самым стимулирует авиакомпании покупать эти самые бои добавьте туда на всякий случай для списка корпорацию русатом который продает ядерное топливо соединенные штаты обязательно не забудьте центробанк и вообще как все банки мира которые размещали часть своих сбережений в американских казначейских билетах финансируя военные заказы в том числе а в конечном счете осудите и призывайте всех их как-то наказать потому что для примитивного мозга который не понимает что к сожалению и трагичность этого мира и в события в нем слишком сложны это будет единственным правильным решением но не забудьте что с той стороны баррикад которые вы придумали между собой стоят люди которые например с удовольствием осудят меня или какого-нибудь инвестора за то что он инвестирует в эти акции а потом с них платит в российском государстве налоги и тем самым тоже финансирует что-то за что тоже надо наказать всех наказать это по-моему единственный рецепт который для определенного типа людей сегодня является верным но и коль скоро мы отвлеклись на вот эти эмоции было очень интересно вот зритель пишет детьми прикрывается мне стало интересно и зашли на профиль зрителя и выяснили что он детьми не прикрывается потому что у него там в аккаунте стоит фамилия путин правда к добавлено к фамилии путин свинобоец но коль скоро вы такой боец со всем миром я бы вам порекомендовал как-то вот более что ли комплексно проанализировать название вашего аккаунта в ю тубе потому что одни прочтут что это путин свинобоец а другие могут прочесть что это путин свинобоец и получится неудобно подумайте над этим и 12 апреля пожалуйста в онлайн в эфир компании финам приходить теперь что касается рынка российского для российского рынка конечно ну чуть менее значимо чем для мирового история с фрс но все-таки значимо что банк россии сохранил ключевую ставки на уровне 16 процентов годовых потому что в принципе в нынешней ситуации для фондового рынка скорее стабильность денежно-кредитной политики поддержка нежели даже ее как бы улучшение но вот с точки зрения развития экономики поскольку в этих условиях рынок может больше предполагать стабильность рубля в течение например весны и лета я например может быть вы наверное российский рынок ждет очень важного момента будет ли правильного действия указа президента россии об обязательной продаже валютной выручки сначала об этом говорили в том числе помощник президента максим орешкин потом стали говорить в том числе и в цб и в правительственных кругах что эта мера не обязательно и естественно что российский рынок как бы ждет того или иного решения потому что в конце апреля по моему в конце кончается срок этого президентского указа ждет того или иного решения чтобы было более определенности больше в отношении хотя бы предположение относительно курса рубля в остальном на российском рынке сейчас позитивная ситуация и хоть и дивиденды проигрывают доходности по банковским депозитам и драйвером особым все-таки немного будет конечно но особым драйвером быть не может но есть две вещи приход новых или новых старых игроков за счет а айпио и б редоминцелляции относительно редоминцелляции как все это происходит такое познавательное видео это был наш эфир в рамках программ биржевая среда с олегом абелевом напомню ссылка в описании под этим видео и напомню кстати что он телеграм-канал компании реком траст группу аналитиков которой олег абелев и возглавляет дает очень подробную информацию связанную с редоминцелляции если вы видите для себя любопытные инвестиционные возможности в этой теме то рекомендую подписаться на этот канал кстати мне кажется олег очень четко проанализировал историю вот с интеграцией росбанка и тинькофф банка что это была такая хорошая хорошем смысле не обман но хорошая словесная интервенция которая в момент редоминцелляции акции тинькофф банка помогла компенсировать продажу может быть нерезидентами этих бумаг и обеспечил дальнейший рост а дальше смотрим за развитием ситуации пока из последних новостей что конечные бенефициары того и другого потанин поддержал интеграцию росбанка и тинькофф банка и напомню что если эта интеграция будет серьезно то речь идет о создании такого игрока частного таких мало сейчас на рынке уровня альфа групп но правда поддержал интеграцию с сохранением брендов и как бы не очень ясно это все-таки слияние это будет одна компания и соответственно одни акции или это некий холдинг какими-то интеграционными процессами но это совсем другая история поэтому стоит наверно смотреть за развитием этой ситуации из неприятных моментов один момент отметил недавно в своей колонке руководителя российской ассоциации форекс дилеров евгений машаров причем он считает что это удар в спину финансовому рынку страны ситуация заключается в следующем что появилась информация о том что арбитражный суд пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акции у частных инвесторов акции соликамского магниевого завода этих инвесторов имеющих эти акции всего 2000 человек не так уж много но вот сам факт оспаривания владения акциями по мнению евгения машарова может быть очень серьезным ударом по и без того измученными событиями последних двух лет санкциями ограничениями блокировками и прочими делами российских инвесторов поэтому я тут согласен с евгением что на ситуацию стоит обратить внимание тем более что еще в конце прошлого года торги этими акциями на московской бирже были прекращены акции находятся на балансе инвесторов может быть ситуация очень некрасивая за ней будем наблюдать конечно вообще российский рынок на мой взгляд вот несмотря кстати на этот негативный момент входит в довольно позитивную интересную фазу и с IPO и средами целяции и все-таки с дивидендными выплатами и я по-прежнему держу позиции по российскому рынку в своем портфеле российском о нем подробно о том что случилось в марте на что стоит обращать внимание в апреле по традиции последней биржевой среде месяца 27 марта мы будем говорить с двумя представителями финансов брокера август это алексей бочаров и игорь исаев ссылка на этот будущий эфир также в описании под этим видео и тема российского рынка у которого по моей версии начинается в апреле и продолжится в мае интересный период продолжится также 3 апреля в следующей биржевой среде уже с инвестиционным советником игорем файманом и в завершении о том что ждет инвестиционный мир помимо наших без сомнения судьбоносных бесед с алексеем бочаровым игорем исаевом и игорем файмином кстати после бурной недели 16 марта заседание фрес следующей неделе 25 31 марта будет тихо и в общем достаточно пуста с точки зрения информации которая может повлиять на рынок ну что можно отметить в понедельник 25 марта представитель банка англии кэтрин манн выступает с речью но после принятия решения о процентной ставке это мало волнует рынок выходит традиционный ежемесячный отчет бундесбанка в россии выходит статистика по объему промышленного производства и один из демиоргов фрс рафаэль бостик сообщит что думает фрс о текущих процессах в американской экономике во вторник 26 марта национальный банк венгрии примет решение по процентной ставке при всей симпатии к венгрии конечно же это решение не имеет для мирового финансового рынка никакого значения в среду 27 марта в евросоюзе выходят отчеты по оценке потребительского и делового доверия по деловому климату индекс доверия потребителей по ожидаемому отпускным ценам и по производственным настроениям но это просто штрихи к портрету состояния европейской экономики сегодня в четверг 28 марта очень очень много совсем много различной страновой экономической статистики но второстепенной или третьестепенной стоит чуть-чуть отметить разве что данные по ожидаемой инфляции и индекс потребительских инфляционных ожиданий на 5 лет вперед индекс ожиданий потребителей от традиционного Центра изучения инфляции Мичиганского университета. Но после заседания ФРС эта информация куда менее значима, чем, скажем, она будет в мае. И традиционно в четверг в США выходят данные по количеству первичных и повторных заявок на пособие по безработице. А надо отметить, что недавно опять изменение в этой динамике. Число еженедельных заявок на пособие по безработице снизилось неожиданно для аналитиков. До этого оно стабилизировалось. То есть сигнал опять же о том, что американский рынок труда позитивен и экономика чувствует себя прекрасно. И опять же как это трактовать. Как дополнительную возможность ФРС еще долго не снижать ставки. Так что эта динамика важна. Но опять же скорее на майские данные будут обращать внимание на рынки, нежели на те, которые выходят сейчас или на те, которые появятся в апреле. Ну и напомню кстати, что в воскресенье 31 марта в Канаде и США это уже произошло. А теперь в Евросоюзе, в Швейцарии и в Британии рынки, как и все страны, переходят на летнее время. Вот на этом мы де-факто завершаем практически март. Практически скоро завершается первый квартал работы на фондовом рынке, на российском, на мировом. Пока все идет позитивно и нет оснований полагать, что накапливается пузырь. Я полагаю, заранее могу предположить, что при определенных условиях можно ожидать в мае вероятность очередной коррекции. Но конец марта и апрель, на мой взгляд, будет тихим позитивом. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok